Продолжение следует... 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 мы этого еще не видели. В общем-то, будет довольно-таки интересно. И поэтому здесь сейчас перед вами, я не буду сейчас представлять этих авторов. Многих вы знаете. Я их представлю в конце. Но я хочу, чтобы вы поняли, что сейчас за этими столами не просто сидят эти люди, поскольку мы дали им творческое задание. Поэтому за этим столом сейчас в данный момент с нами сидит Ирина Костенко, и Маяковский, и еще много других авторов. Поэтому, ну, а уж помочь им так же прозвучать, я думаю, они нам помогут. Ну, поэты это вообще немножечко, может, особый народ. Хотя, собственно говоря, сварщики, наверное, тоже. Тем не менее. Хотя, знаете, у поэта соперника нет. Не на улице, не в судьбе. И когда он кричит всему свету, это не о вас, а о себе. Руки тонкие к небу возносит. Жизнь и силы по капле губя. И у неба прощения просят. Это он не за вас, за себя. Но когда достигает предела, и душа отлетает во тьму, поле пройдено, сделано дело. Вам решать для чего и к чему. То ли мед, то ли горькая чаша, то ли адский огонь, то ли храм. Все, что было его, нынче, ваше, все для вас, освящается. Вам. Это сказал меня, это сказал Акуджак. И мы сейчас начинаем, в общем-то, у нас авторы сидят, они в том порядке, в котором они будут выступать. Вот сейчас так уж получилось, у нас началось немножечко с нержитности. Мы хотели начать с Мелиховой. Но так получилось, она вот, 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 не получилось, что не получилось. Ну, в принципе, за нее есть кому отдуваться, я думаю, в общем-то, это получится. Мы хотели начать с нее. Я ей позвонил сегодня по телефону и сказал, ну, так вот получилось, что мы хотели, чтобы это было начало, а у тебя получилось конец, причем еще до начала. Ну, так вышло. Ну, в общем-то, дальше. Вот сейчас за нее. Ну, я стихи не пишу, я пишу большие формы. Вот, а вот так поэзию сестры хочу выразить четырьмя строчками. Причем у меня будет два стихотворения. Татьяна и оба стихотворения любимых. Мы говорим на разных языках. Мир каждого закрыт для понимания. Игрушки мы в неопытных руках. Творцы несуществующего данного. Это стихотворение контекстное. Его можно прочитать по-разному. И его можно услышать по-разному. И строили мы, строили. Неизвестно, что мы построили. И получилось, что судьба двоих человек не сложилась. Всяко бывает. Но счастье есть. И это счастье выражается, на самом деле, женское, немножко по-другому. Вот, а не после. За день до любви я стирала белье. Отдавала долги. И думала имя твое. За час до любви я пение птиц. Услышала голос, дарил. Увидела взмах и снились. За день до любви я сделала шаг. Всего только шаг. Аплодисменты. Продолжучи тему счастья, счастье залежит только от нас самих, так и от нас залежит, чи мы подаруем это счастье іншим, чи нет. Продолжение следует. В общем, в черную ранку першекригти тепла зіжменю. Аж заблизне достатньо грань. И оттого дошли дым. И поэтому во средне тьсуш, Під песотнями хмар и кромки, Оживают желтины, кто уж и рушает раствор на жук. Запутані думки. А ты, меж ними лезом, Розковируешь протезы на преданном кире. Розъединённый вагон. Еще там, у Вифлеема, а в сердце знову рема на линейном доме. Розтерзані слова за всі душевные муки, Который с моими руками склинила зболова. Та еще далеко небо, а от же еще пиду, По счастья и пиду, и так иду до тебя. Запутані дульки, я их зібрати мушу, Але тримали душу на листовую руки. Дмитрий Костенко Час не хвилини, час віки і вічність, А день і ніч, і з вечора до рання, Це тільки віхи того проминання, Це тільки мить, уривочок, фрагмент. Остання нота ще бренить в повітрі, Дивися, час, великий диригент перевартає ноти на підвітрі. Дивися, якщо я перестану держати над тобою ладонь, Так он, гонимый миром странник, Ну, тільки с рускою душою. Я раніше начал. Кончу рані, Мою ум не много совершит, В моїй душе, як в океані, Надежд разбитих груз лежит. То, може, океану грюмий Твої звідать тайны, То, толпе, Раскажет мої думки, Я, Или Бог, Или никто. Раскинув свої крыла, Безкрайнюю ночь, Пространство собою укрыв, Взяла, Несла, К снегам, К неведомим берегам, И там оставила навсегда, Забы, Захлопнуть шальную дверь Лесов и озер. Тогда звезда Встречала простор, Теперь я, хмурый, Огромный зверь, Тропою йду к воде, В узде. Порвать и уйти В леса, Безмолвий у берегов, Где свет, Бесконечность лет, И нет насилия И врагов, И вроде когтей не жаль, Но все же сильней узлы И беспощадно стали. Углы Унылых тяжелых стен, Где плен, Тоскливо глядят в глаза, Слеза Вот-вот упадет Рекой, Как жизнь, Поманит рукой, Уйти, Раскинув свои крыла. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 БУДИНКИ ИВУЛИЦІ КОХАЮТСЯ ПЕСНЯ 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 Галина Вердасевич А жінка в свят приходит для любови Любите маму, доки еще мала Любите лялю, только подросла А когда впервые стала на порог Любите небо и мягкий морих День батьковский и квти черноброви Бо жінка в свят приходит для любови Вона росте, росте її любовь Ростуть її бажання і надії І от приходять роки молодії І по землі вона не йде Несеться і прислухається до свого серця Щоб в гулі місці в шелесті дібров Підкаже їй, прийшла твоя любовь Це ж та любовь, що перша і остання Такої ще нікого не було До неї підступить не сміє зло Вона яркіж, як сотня сонція Вона твоя, вона лише твоя Її тобі на сотню років стане Це та любовь, що перша і остання І відшумить весільний водограй Та як же знову світу не радіти Коли народжуються в тебе діти І ночі всі недоспані дарма Коли воно лепече вперше Ма, і ти свята І в тебе в серці рай Хоч відшумів весільний водограй І от ідуть літа, літа, літа Годуєш всіх, сама бува голодна І часом нерви стримати не годна Та будеш захищати, як в бою Оту домашню каторгу свою Хоч сум торкані очі і густа І хоч ідуть літа, літа, літа І якби все-то розпочати знову Але ж обід щоденний, то любов Сурочка чисто випрана, любов І ночі, що не спала ти, любов І пісні, що співала ти, любов І квіти, що посіяла, любов І очі правнуків ясни, любов Було б все так, якби почати знову Жіноча доля в світі, то любов А я осмелилась гостиком пригласить Валентина Гавка сіну Мамаша, успокойтесь, он не хулиган Он не пристанет к вам на полустанки В войну, малахо, помните, гурган С гранатами такие шли под танки Такі строили дороги і мосты Каналу рыли шахты і траншеї Всегда в грязі, но души їх чисты На веки жилы напряглись на шею Що за манера, сразу за ногам Що за привычка, сразу на колені Ушел із жизни Маяковський хулиган Ушел із жизни хулиган весенний Чтоб ми не унижались за гроши Чтоб ми не жили, мать, по-идіотски Ушел із жизни хулиган Шукшин Ушел із жизни хулиган ростовский Мы жив, а вони ушли туди Взяв на себе все боли наші Рана, горит на небе нова звезда Ее зажгли, конечно, хулиган По лужам бегу сапожки на каблуках Протискиваюся в трамвае і ехаю Ушах музика погромче, електронные книги в руках В головах на день планы смерт И все чем-то заняты, но что-то не то Читают в полглаза, слушают в полуха Как бы сделаться маленькой Залезь в карман чьего-то пальто Там, наверное, тепло і сухо А в идеале под одеяло залечить Да с книжкой настоящей, представляете? Чтоб пахло бумагой і чуть-чуть пылью А лучше на печь Старомодный посчитает А луж-то все больше Дождь продолжается Зонты, как мы, цепляют друг друга, пловят Но даже они в чем-то умеют Угадать не пытаются, что там сверху на завтра готово Просто мокнуть, головы нам защищают Вот бы душу от слезда щитить, так вышло Зонты, как мы Вспомните, что вы слышите их открываю Вспомнили? Это они так дышат Борис Кумбек Вселенная тоже была молодою И бился в груди ее пламень творения Как женщина, власть потеряв над собою Она отдавалась на волю мгновения И в огненной пляске пространства и времени Доверившись слепо неведомым силам Она разрешилась от тяжкого времени Даруя началом мирам и светилам Дыхание горячее тайны великой Потоками квантов к тебе прикоснется И космос огромный, чужой, многоник Восьмерок мироздания тебе улыбнется И тот, кто увидел улыбки той отблеск Кто вздрогнул на миг и застыл ослепленный Будет всю жизнь позабыв сон и отдых Искать ее снова в просторах вселенной Стояла мгла, ни света, ни звука Затем стал хаос, породивший ад Разверся ад И вот, рождаясь в муках Рассеял тьму столики и звездопад Великий свет, взорвавший тьму и вечность Посеял жизнь в холодный черный мир Замкнулись циклом жизнь и бесконечность И смыслом жизнь наполнила эфир Воззревший свет ослепнет от огня Но в краткий миг, когда взойдет прозрение Вот примет дар святого озарения И выпьет чашу мудрости до дна Я вижу рук волшебный всмах Над повседневностью у Бога Играет бах, играет бах Сидящий по лесную Бога Играет бах, играет бах Сидящий по лесную Бога И ничего на свете нет Лишь только звук в душе взращенный Что льется в мир, как первый свет От тьмы, когда-то отделенный Вновь зажигают сами рыб С обильем света нету сладу И ненасыпный львиный рыб Смеряет алиц крупным взглядом И ненасыпный львиный рыб Смеряет алиц крупным взглядом Явив таланта торжеством Над временем расправив плечи На струнах сердцем его Играет бах, творцом от мечи И слезы у меня в глазах Как море счастья продолженье Играет бах, играет бах И длится мира сотворенье Играет бах, играет бах И длится мира сотворенье Очень уместно К завтрашнему дню Всемирному дню поэзии Память моя Выдала мне Савелия Уриха Он таким образом определил поэта И с этим я уже хожу долгие годы Поэт, как лучик света в жизни сложной Он из другой какой-то ткани сшит Поэт ничин Ни званий Ни должность Он просто состояние души А теперь моя небольшая баллада О высоких стихах Ух, вроде рассказывать о создании не буду Высокие стихи Вы, поднимаясь к звездам Порою от людей таите свой полет Считая, что всегда Или рано, или поздно Вас кто-нибудь отвищет И поймет Высокие стихи Снежинками от Бога Внимая вам чаруется парнас Мечтаю иногда вас чуточку потрогать Но к вам не долетает мой пегас Высокие стихи Вам бездна маловато Стремитесь вы объять галактик вал А я в родной земле Ищу отца солдата Ведь он ее предсмертьем целовал Высокий стиль Париж Выше стаи Летящие к югу Чтоб весной вернуться к нам А я осенним днем Птиц в небо провожаю Прекрасным, пусть чужим Далеким берегам Навстречу журавлям я выйду Днем весенним Смахну слезу Им помашу рукой И заглушая стол Пред ними на колени вдруг опущусь Прощаясь с пустотой Высокие стихи Божественно прекрасны Я верю В волнах грез купается Эдем А мне судьбою Дан слог А мне судьбою Дан слог сокровенно ясный Слог детства На земле Всегда понятный всем Высокие стихи Я чувствую вас в силу Способную поднять Любой крутой утес Но остаюсь в себе В том, в чем меня водила По жизни мать В чем я дружал и рос Высокие стихи Вам низок Свост небесный Возноситесь туда Где жизнь не за предел Пусть каждому свое Вот я согрею песней Детишек во дворе Да так, чтоб каждый спел Высокий слог Я страстный твой поклонник Хотя признаться я, увы, не твой Купаю лишь тогда Звезду на небосклоне Когда на сердце Это очень доволен А я почту лишь одно стихотворение Стихотворение Маяковского Так как свои считаю Еще недостаточно хорошими Послушайте Ведь если звезды зажигают Значит, это кому-нибудь нужно Значит, кто-то хочет Чтобы они были Значит, кто-то называет Эти плевочки Жемчужиной И, надрываясь В метелях полуденной пыли Врывается к Богу Боится, что опоздал Плачет Целует ему жилистую руку Просит, чтобы обязательно Была звезда Клянется Не перенесет Эту беззвездную муку А после Ходит тревожно Но спокойно и наружно Говорит кому-то Ведь теперь тебе ничего? Не страшно? Да? Послушайте Ведь если звезды зажигают Значит, это кому-нибудь нужно Значит, это необходимо Чтобы каждый вечер Над крышами Зажигалась хоть одна звезда Аплодисменты 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 Просвячение поэтам Поэзии Перелины истины Что лежат на дню Чи вы не знаете Про свою бесценность Поэзия Чи є мы Чи нет Чому поэты Все життя в горении Это вы Поэты Шукачы перлины Ловцы и вловлены В свои и Божьи сети Соби несете Вічний час в плину Крись радощи И боль На осу світу Поэзия То втеча в кращи дни Чи може Згуба Забуття В прозринні Про це Спитайте В квиті В весні В росинки Що несе в собі Проміння Спитайте також В огню В землі У тих То наче Доля не в молимі В зерняти Що поховано В релі І проросло Що в житті Завтра І нині Поэзия То що ж ти є В нему Одвічний плач земли Чи шлях До неба Бо був я вдячна За любов Пісні За хрест За правду І за ключ До себе Ліна Костенко Що доля нелегка Цим користь І свояє Блаженний сон душі Майстерство Не сприяє Не треба думати Мізерно Без смертя Є ще де-неде Хтось перевіяний Як зерно У ґрунт поезії Паде Меццю не треба Наврод Його судьба Навродила Коли в людини Є народ Тоді вона Уже Людина Продовжую Читаем Ради неба Весняным Дощами Лесні У задумливій чеканні Веселі крапельки Мріли воно І там Ми влизнує Попроси На світань Свобода Україна І вона Детинок Детинок Аккорді Поживає І знову Наш дук Шевченкова струна Вогниними словами Промовляє Не забувай Хто ти І твій народ Сумів побачить Віншик Образ Бога Щоби Історій Одвічний Поворот Не повернув На зумною Дорогу О, Люба Україну Я Уснає Хоча На груще Розбрати Безладі Безладі Хоча Їх На груще Їх Гимн Ми в insult JR Так І Луше Субтитры создавал DimaTorzok Задёрнув полок над кроваткой сына И верхний свет неловко погасила И съёжившись, халат упал на стул Мы с ней не говорили про любовь Она шептала что-то чуть картавя Звук «Ры», как виноградину, катая за белую оградую зубов А знаешь, я ведь плюнула давно на жизнь свою И вдруг так огорошить Мужчина в юбке, ломовая лошадь И вот я снова женщина Смешно Быть благодарным — это мой был долг Ища защиту в беззащитном теле Зарылся я, зафлаженный, как волк Доверчивый сугроб её постель Но, как волчонок загнанный, одна Она в слезах мне щёки обшептала И то, что благодарна мне она Меня стыдом студённым обжигала Мне погружить её блокадой рифм Теряться то бледнее, то краснее Но женщина меня благодарит за то, что я, мужчина, нежен с ней Как получиться в мире так могло? Забыв про смысл её первопричины, мы женщину сместили Мы её унизили до равенства с мужчиной Какой занятный общество этап Коварно подготовленный веками Мужчины стали кем-то вроде баб А женщины почти что мужиками О, Господи, как сгиб её плеча Мне вмялся в пальцы голодный голод И как глаза неведомого пола Преображались женские крича Потом их сумрак полузаволок Они мерцали тихими свечами Как мало надо женщине, мой Бог Чтобы её за женщину считали Я хочу, казалось бы, так мало Чтобы меньше было хмурых дней И беда людей, чтобы не ломала А напротив, делала сильнее Я хочу, чтобы солнце всем сияло Радости, чтобы не было границ Чтобы днём по улицам шагая Видел много-много добрых людей И хочу, чтобы в мраке тёмных улиц Не боясь гулять мог ночью лунной Лишь деревья, чтобы от ветра гнулись А не люди от работы трудные Чтоб в душе покой ежеминутно Господи, хочу такую малость Чтоб тепло всем было и уютно И чтоб мама меньше огорчалась Близким людям быть необходимым до конца И с самого начала Я хочу любить и быть любимым Как бы глупо это не звучало Чтоб со всеми было интересно Чтоб каждый в жизни что-то значил Я хочу так много, если честно Или вы считаете иначе Хочу, чтоб целовал меня в затылок Когда я на листовского не очистил Хочу, чтоб целовал мои запястья Когда я для тебя готовлю завтрак Хочу, чтоб ты волос моих коснулся И удержал Когда я наконец решусь уйти Хочу Да мало ли чего еще хочу АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я перебираю в любви А вторую Алина Кудряш Как дела? Ну как дела, жива Утро вечера, гранили на фудике У меня закончились слова Как зубная паста стала у фудики Вижу небо, яркая трава Старый кот придет, светло и солныто У меня закончились слова Для тебя закончились особенные Слышу дождь, пустая голова Шелестит в ответ сухими прятками У меня закончились слова Кончились за старыми тетрадками Истекает слабость югопой Вечер, мимо ходят чьи-то люди Я То ли начинается любовь То ли завершается премьер Я Где-то глухо-глухая сова Шепашица сон Слышится в языке У меня закончились слова И теперь во мне случилась музыка АПЛОДИСМЕНТЫ И теперь начало В представании картин И всего, что в жизни вам встречалось Чтобы ошибок не случалось Надежный способ есть один Возьмите точку На краю земли и неба И от края На все преграды Не взирая Ведите Литвы Свои Из этой точки Исходя Рисуйте встречу И разлуку Пусть память Будет в вашу руку За каждой линией Следя Идут холодные дожди Звучат печальные мотивы Но по законам перспективы Удача ждет нас впереди И все печальное тогда На вид изменится Сольется И только счастье остается Таким, как было Навсегда Ах, если бы вернуться В тот рассвет И диалог Легонечко подправить Иначе знаки Припинания Расставить А слов обидных Вовсе Б не найти И по-другому Может быть Уйти Не вышло так у нас С тобой Прости Прости за то Что не смогла понять Что все во мне Обиды И печали Откуда было мне Тогдашнее знать Что мы Любви своей Не замечали Ах, если бы вернуться В тот рассвет На стихи Юрия Полякова Песня Для вас От любви Остается Щемящая Память О том Как по черному Плеслу От шумного Ривня Бежали Как смешную Зверушку Из снега Влюбили вдвоем И любовь Словно Жизнь Бесконечную Воображали Любовь Словно Жизнь Бесконечную Воображали На всех Одиноких Воглядывались С высока Как в счастливое Сердце Тихонько Ползала Усталость А еще От любви Остается Такая Тихо Что ж Лучше Совсем Ничего От нее Не осталось Шмур Шмуршем Это сакральное На ветер Вдруг Вдруг Хочу Хочу прочитать Ну чем Оскрежется, как смертельно сочет Пустота вседержанных высот. Веск растленен и зол, Им ничто на земле не утешит. Бог не трогнет на том, И никто в небесах не спасет. И меня обижали безбинно в захлебне однажды, И в моем черепке всем скольгам Чернота ваша жена. Но дано вместо счастья Мученье таинственной жажды И прозренье берез, И склоненных в небес тишина. И спасибо животным, деревьям, Цветам и колосьям, И смиренному баку, Чтоб нам через терни за ним И прощанье врагам. Не за тем, чтобы сладко сполучим, А чтоб стать хоть на миг нам Свободней и легче самим. Еще могут стараться На позор и на ужас обречь нас, Но чтоб крохотный светик Потемкации. Сердец не угас, Не бату нам дает свой венок, Ничего не поделаешь вечно, И все дождь дальше ведет, Ничего не поделаешь дух. АПЛОДИСМЕНТЫ Руберт Стивенсон Вересковый мед Из вереска напиток забыт давным-давно, А был он слаще меда, Пьянее, чем вино. В котлаке выварили И пили всей семьей Малютки медовари В пещерах под землей. Пришел король шатланцкий, Безжалостный к врагам, Погнал он бедных пиктов К скалистым берегам, На вересковом поле, На поле боевом Лежал живой на мертвом, А мертвый на живом. Лето в стране настало, Вереск опять цветет, Но некому готовить Вересковый мед. В своих могилках тесные, В горах родной земли Малютки медовары, Приют себе нашли. Король шатландский Едет над морем на коне, А рядом рель чайки С дорогой наравне. Король глядит угрюмо, Опять в краю моем Цветет медвяный вереск, А меда мы не пьем. Но вот в оба саллы Заметили двоих Последних медоваров, Оставшихся в живых. Вышли они из-под камня, Щурясь на белый свет, Старый горбатый карлик И мальчик пятнадцати лет. К берегу моря Крутому их повели на допрос, Но ни один из пленных Слово не произнес. Гневно король промолвил, Пытка обоих ждет, Если не скажете черти, Как вы готовили мед. Сидел король шотландский, Не шевелясь в седле, А маленькие люди Стояли на земле. Вдруг Голосок раздался. Слушай, шотландский король, Поговорить с тобою С глазу на глаз позволь. Старец боится смерти, Жизнь я измерой куплю, Выдам заветную тайну. Карлик сказал королю, Голос его воробьеми Резко и четко звучал, Тайну давно бы я выдал, Если бы сын не мешал. Мальчику жизни не жалко, Гипель ему нипочем, Мне продавать свою совесть, Совестно будет при нем. Пускай его крепко свяжут И бросят в пучины, Вот и я научу шотландцам Готовить старинный мед. Сильный шотландский воин Мальчика крепко связал И бросил в открытое море С прибрежных отвесных скал. Волны над ним сомкнулись, Замер последний крик И криком ответил, Собрев отец старик. Правду сказал я шотландцы, От сына я ждал беды, Не верил я в стойкости Юных, не бреющих бороды. А мне костер не страшен, Пускай со мной умрет Моя святая тайна, Мой вереск, который мед. Давайте я вам немножко, Ну поэзия бывает разная, Понятно, давайте немножко я Разбавлю как бы это серьезное настроение, Потому что всякая поэзия Имеет право быть, И я вам прочитаю басню, Моя фасня, Которая называется «Свинья и соловьи». Улыбнулись. Искусство жить не может в клетке, Хоть верьте, хоть не верьте, Но пел соловей в лесу на ветке, Ни год, ни два он пел давно, Он пел в любое время года, Чтоб сердцу стало веселей О дружбе, счастье, о природе, Пел для своих друзей зверей, А лес шумел, зверьё и птицы В нём жили дружно, как семья. Но вдруг однажды к ним царицей Пришла огромная свиньё. А ну-ка, наклонитесь ниже, Коль не хотите вы беды, Все, кто копытом не полишет, Бадью получат баланды. Вы крюкать будете по-свински, Я и начальник ваш, и бог, Того, что не нагнётся низко, Вскручу момент в бараний рог. Дело у меня теперь по горло, Здесь всё моё, рабы мои, Ты ж будешь соловьём придурным, Петь будешь для моей семьи, Для дяди кабанат, для тёти, Для поросят и день и ночь. Взял соловей одну-две ноты, Охрип и удалился прочь. Вам ситуация знакома? Но всё ж, поверьте, Выкат есть, Хоть против лома нет приёма, Превыше благ и денег честь. Пой, соловей, До спазма в горле, Доверь секреты нам свои, Пой о поэта трудной доле, Но не для родичей. Слухи. Хтось каже, Америка наша руїна, А хтось, Що Росія в усіх відах винна, Та ворог найперший, Це ми, браття, з вами, Наш розбрат, Це той же союз з ворогами, Бо це ж українці, Незайшлі родинці, Свій зраджують край, І гуртом поодинці, Відді Україна, В омані Росія, На божий ворог, Братушка Месія, Руйнацію сієте Вашим і нашим, Із етносі лізних Дірка діянь павше. Якби ми жили, Як єдина родина, І бабто наважусь, Між нами в бить клина, Тоді б не гайбили Наш вишкіл полоном, Тоді б подавилися Нашим кордоном. Анна Ахматова, Лотова, Вінка, Переклад Любви Барана. І праведник шов За пославником Бога, Високий і світли По чорній горі, Та голос на жінці Кричала тривога, Ще можеш поглянути Цієї пори На баште червоні, На площі Содому, На дім, де співала, Хазяйство вела, Навіть на пусті, Не забудь нього дому, Де з мужем і дітьми Щаслива була. Поглянула, І очі заклякли від болю, І нічого побачити Вже не змогли. І тіло взялося Прозорою сілью, І ноги швидкі До землі приросли. Чи жінку Ту, хто оплакувати буде, Загинуло сотні Під петлі родин, Та серце ніколи її не забуде, Життям заплатила, Забуде одну. Два голоси, Два колі, Дві долі, Спалилися у мелодію, Одну від пісня, Щоплене поводі, Торкає в серці, Ніжне сі струк, Хай виграє цагава колоно, Щоб дует наповнював життя, А українська, Щіра наша мова, Летіла світ На Кривах майбуття. Дві стрічки, Продоглинна вишиванка, Як дві доріжники, Безпільної мити, Як цвіт каливий, В росіних світанка, Дяга, любі, Як зорини світі, Хай виграє цагава колоно, Щоб дует наповнював життя, А українська, Щіра наша мова, Безпільної світ, Як на Кривах майбуття. А та півучість ніжну мінору Єднає колярі у сирину, Беремить мелодія, Безпільної світі, Як червом роздіру, Безпільної світ, Безпільної світі, Безпільної світі, Безпільної світі, Безпільної світі, Безпільної світі, Безпільної світі, Шерсткой ушей доставая до неба, Чат упасая от милостинь братских, Скачут лошадки Бориса и Глеба. Плачет Господь с высоты осиянной, Церкви горят золоченой и звездкой. Меч навострил святополк окаянный, Дышат убивцы за каждой березкой, Еле касаясь каменья и стеная, Темного бора, воздушного хлеба. Бедлую рысью, кормильцев спасая, Скачут лошадки Бориса и Глеба. Путают путь им лукавые черти, Даль просыпается, рассыпя в солнце. Бог не повинен ни в жизнь, Не в смерти. Мук не приявший, Вовек не спасется. Киев поникнет, расплещется Волга, Глянет Царьград, обреченная и Слеба. Бог вседержитель, с лазоревой тверди, Ласково стелит подноженький Путин. Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти. Чад убиенных, во лжбой разбудим, Ныне и притсно, По кручам стеная, По полю русскому, в русское небо. Ни колоска, под собой не сниная, Скачут лошадки Бориса и Глеба. А теперь я позволю прочитать свое стихотворение, Позволю себе прочитать свое стихотворение, Посвященное Борису Алексеевичу Чичибабину, В памяти Бориса Чичибабина. Он говорил, что мир похабин, Что сам поэт он небольшой, Любил лукавить Чичибабин, При этом не кляд душой. Был полон дум, как старый Човен водой и тиной, Не решив добро бы жизни, И Чововин все вирши пел, А не вирши. Не вечный квартирант Парнаса, И не гомера поводить, Душою сводный брат Тараса, А духом сын склады, Объект негласного надзора, И всем гулагичам земляк, Лечивший каплями позора В Савковских душах, Переляк печали Байрону соперник, Шильонский узник лагерей, Влюбленный в звезды, Как копельник, Любивший Крым, Как хан герей, Без сожаления спускавший Мудреный быт на тормозах, Единокровников искавших По сумасшедшинке в глазах. Скучна дорога без ухабин, Безбрежно дарь, Да век наш мал, Дрел стихотворец Чичибабин, Прилег на смех и задремал. Уснул улыбчивый отшельник, Затворник разума точней, Крещал морозами сочельник, Крещали выстрелы в Чечне. В его душе святой и грешный Вмещался одержимый век, Изверясь в скорби безутешной, Ушел из жизни человек. Гонимый ушел убогую обитель, Оставив книгам и жене с причмоком, Покурить любитель и выпить с другом наравне. Гонимый полунищий гений, Покинул свой земной приют. Не надо слез и песнопений, Певца на небе отпоют. В аду он будет хладнокровен, В раю смиренно всемогущий. Не устрашившийся жаровин, Не устыдится райской кущей. Потихонечку, еще мы не окончили, Но потихонечку подходит к концу наш поэтический блок, У нас есть еще два автора, Но это немножечко иное. Хочется сказать такую вещь. Мы, как обычно, Попытались объять необъятно. Конечно же, у нас не получилось. Но я бы хотел, чтобы кто-нибудь из вас Сказал, писал классик, Что же, затея не удалась, Но за попытку спасибо. Это первое, что я хотел сказать. Знаете, вот, Был золотой век поэзии, Был серебряный, От нас с вами зависит, Чтобы не наступил в камень. И вообще, знаете, поэзия — это все-таки загадка. И поэт тоже. Загадка есть одна. Молчу и морщу лоплю, А может, на нее ответа нет совсем. Ты создан был, как все, По образу подобии. Но как же вышло так? Ты не такой, как все. Ты мечешься в быту, Как загнанная птица, Сгорая, как свеча, И жертвуя собой, Пытаясь как-нибудь За вечность зацепиться. Но вечность — все равно погоня на убой. На голову в венок, Да гвозди бы в запястье, Допкнули бы копьем, Чтобы уж наверняка. Но тут, как повезет, Не всем такое счастье. Не всем дано уйти, Оставшись на веках. А большинство уйдут, Спокойно, незаметно, Оставив на снегу Следы своих шагов. Весной ставят снег, И их схоронят. От подлости друзей, От милости врагов. Задумайтесь о том, О чем сказал я выше. Не думайте вы мне, Обидно самому. Ведь мало кто прочтет, И мало кто услышит. И дома не всегда Оцелит и поймут. И все ж, мятежный дух, Пусть побеждает тело. Я верую, что нам Иного не дано. И пью за наш успех В столь безнадежном деле, Несущий свой крест. Я с вами заодно. Сейчас у нас, я скажу так, Подарок от Владимира Васильевича Сталиновича. Товарищ боится сказать подарок из Москвы. Санути, друзья. Найвысшее мистерство, это мистерство жителей. Беспресенье. И я хочу поделиться трошки с вами Цим мистерством. Ну, и это мистерство, цей дарунок из Москвы. Моим учителем в журналістице був кращий журналіст Радянского Союза 70-80-х роков, Відомо якогось вторичия. Анатолий Грановский, специальный корреспондент газеты «Известия». Спасибо, что вы киваете головой. Я знал, что есть аудитория, которая, это прежде всего, не я, а химного, скажемо, журналіста, а и читала. До речи, я вибачаюсь, основы журналістики, 11-го року, найбільш популярная книжка, 5-е видание уже, харьковского автора, в Украине вийшла, Михайзин Игорь. То для журналістів Украины они используются, самым прикладом есть творчость, теперь вы уже готовитесь поверить в это, очевидно, если вы доверяете мне Анатолию Грановскому. А потом, ну, это классическое зарубежье, как можно выслушать так, вот. А потом наш друг, ну, тобто, будем учиться классическим. Так вот, он давно помер на жаржаче, и сейчас он, его место, так сказать, на лимпу, ну, країни СНГ, будем говорить так, умовно, залишается вакантным, никто не может заняти. Але я позвонил до ее дружины, я товарищу ее с семьей, багато роков по сегодняшний день, приветствую их с днем 8 бюджетов, а она сказала, владимир Россий, что мне поздравлять, а с праздником Плавы Цеткин, лучше поздравьте меня с новой книгой. И эта новая книжка у меня в руках, она прислала мне дорогу из Москвы. Московская письменница, вдова Анатолия Грановского, Галина Федоровна Грановская. Написана ця книжка в 85 лет. Это я говорю до того, что мистецтво жити, творчая доля, она допомагает саме жити. И она в форме, как вы видите, я повторю, ця книжка в 85 лет видана. И я хочу сказать, что у нас больше друзей в России, чем мы думаем. Среди людей культурных, российская культура, мы не можем без нее входить. И тут вы еще эти лунали, это подтверждение. Мы знаем, что Виктор Шендерович, чудовый литератор, поддерживает нас. Композитор Андрей Макаревич, так же. А Борис Акунин, письменник, кто вообще сказал, что я выезжаю из Москвы, из России, потому что запей в России. Вот когда будет гиркая похмель, я повернусь к ней. Добре сказал, да? Так вот этих известных, всем нам друзей, справедливых, видатных людей, справедливых друзей Украины, то время, когда Украине очень нелегко, когда такие сложные події на Сходе Украины, и вообще, что страна выбирает свое право быть одним из лучших европейских государств, это будет безусловно, то я хочу, с ее дозволом, зачитать, что здесь, ну, сегодня же день счастья, так сказано, и пятница, вот, последний день, тижня, и кинцовка уже, то есть вот такие раскутки с гумором ее литературные записи. Это мемуар на типу книжка про Грановского, про друзей у них, скажемо, друзьями были Тарковский, видатные, Галич, ближе другу Грановского, Смеляков, и, 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 и. Вот. То, я повторю, тут и разумные, и в то же время они жертвливые, я думаю, сподобятся всем. Вы, конечно, враховываете век автора, потому что так, когда валюта, яка и для, скажемо, и другие речи того часу, это вы легко понимаете. Муж писательницы, Риты Райт Ковалевой, морской офицер, рассказ ее слову Малейке, вернулся домой под утро. Лег не раздеваясь, постельный. На все расспросы твердил одно, пить больше нельзя, завязывай. На утро семья проснулась от радостного возгласа моряка. Можно пить? Можно. В руках у него была газета «Вечерний Ленинград». А мне заметка, которая сообщала, что вчера ночью в городской цирк прибыли слоны. «Представляете, рассказывает о домашнем? Конечно, выпито было порядочно, но не до чертиков же, не до слонов. Иду Невским, Белая ночь, не души, и вдруг впереди медленно двигаются серые слоны. Черт бы их побрал, чуть бы лопить не бросил». Литератор М. попал в больницу третий раз по поводу травмы филейной части своего тела. «Господи, что вы делали этим местом?» восклигнул врач. «Ветут и старые шрамы». Первый раз случился вождь, сильно подпитили, М. возвращался поздней ночи домой. Притомившись, присел на чугунную тумбу и задремал. Шапка снега на тумбе подтаял, подмочила брюки и исходни, мороз был под 30, и М. премерзан. Одирали его с кожей. Время суровое, военное, а так как он не явился в час, который был предмонтирован крисмагентом, его ранения едва не квалифицировали как самоскрел. Спустя месяц М. опять вернулся домой под утро, чтобы не будить домашних, прикорнул в темной приходе и заснул. Электричество в городе отключали и включали в разное время. В квартире проснулись запаха горелого. В темноте М. присел на выключенную электрическую плитку, которая раскрылась под ним, когда дали свет. В третий раз уже в мирное время в ЦДЛ Центральный дом литераторов была книжная выставка. М. увлекшись с каким-то разговором присел на стеклянную витрину и расставил ее. Множество осколков пилось в многострадальную часть его тела. Я в тот день дежурил на выставке и вызывал скорую. Хирург московский хирург Кандель нейрохирург известный вернулся из Билиси с симпозиума нейрохирургов. Рассказывает. Все прошло замечательно. 60-е годы. Доклад сделал, лекции читал, консультировал. Билисский профессор спросил у него сколько зарабатывает. 350 рублей говорю. А вы сколько? Иногда больше, иногда меньше. День на день не приходит. До меня дошло, что он думает. Что он думает. 350 в день. Хотел было объяснить, что это месячный оклад, но не стал ронять престиж московская профессора. Мы в гостях у академика Н. Приходит запоздавшая пара. На жене роскошная шуба из непонятного мега. Гости сообщают, что это последний писк и шкуры обезьяны. Мест длинный, шелковистый, похоже на женские волосы. Не комплект, говорит хозяин дома. К этой шубе нужна сумочка из человеческой кожи. По телевизору показывают... Я сейчас дам слово. Я хочу сейчас... Я извини. Я извини. Сейчас я просто хочу, чтобы... Я просто буду сказать, Юра, пани Лариса, шановна. Хорошо. Вы прежде чем дать... Я сейчас хочу... Пока все здесь, кто вижу, люди прилические отходят, я хочу, чтобы вот сейчас в конце уже представить всех авторов, которые сейчас для вас пытались создать какое-то настроение. И я думаю, у них получилось. Итак, это у нас были Ирина Бугаева. Ирина Далени. Пешкова Анна. Каркатьев Петр. Курещенко Луб. Крестовская граница. Анталья Екатерина. Карамский Семен. Александр Полинов. Слепченко Николай. Заля Аксанов Аруна Митами Данила Вовны Филикс Маун Ирина Эндексен Луков Доранов Зиминская Лена Туренко Григорьев Ваш слух услаждали По мере своих возможностей Александр Данилов И Алик Тарлачев